Добрый день! С вами Светлана и мои арт-диалоги. Сегодня нас ждёт встреча с неординарной личностью, профессионалом с большой буквы, музыкальным критиком Вадимом Журавлёвым. Вадим Журавлёв – кандидат искусствоведения. Опубликовал тысячи статей о музыке и музыкальном театре. Член жюри международных вокальных конкурсов в Италии, Франции, а также театрального фестиваля «Золотая маска». Ведущий авторских программ на радио и телевидении. Долгое время был музыкальным редактором программы «Сатинь и сколочная классика». С 2002 года возглавлял отдел творческого планирования Большого театра. Вадим – организатор концертов с участием мировых оперных звёзд. Автор множества книг и популярного оперного лектория и цикла выездных лекций по всему миру. Ведущий видеоблога «Сумерки богов». Встречайте, Вадим Журавлёв. Добрый день, Вадим. Добрый день. Спасибо огромное, что согласились принять участие в моём проекте. Для меня это большая честь, потому что заполучить такого человека, такого профессионала – это для меня очень волнительно и почётно. Спасибо вам за приглашение. Я всегда открыт всем людям, которые хотят услышать моё мнение по какому-то вопросу. Вадим, год локдауна. Вот для вас что это? Год фрустрации или год каких-то открытий, достижений? Чем он для вас является? Чем он для вас стал? Я думаю, что год этот, как любая беда, выявляет много положительного и много отрицательного. И в этом смысле все разговоры о том, что после того, как всё это откроется, а пойдёт ли публика, а публика, наверное, не пойдёт, она уже отвыкла. Мне кажется, это разговоры в пользу бедных тоже, потому что публика пойдёт. Вот она истосковалась. Москва нам это показывает. Сейчас, правда, с 50% заполнением Большой театр продаёт всё. То есть вообще улетает всё. В первый же день продаж улетают все билеты. И, конечно, та же Мариинка показывает, что да, сегодня три концерта и спектакля в день одному коллективу продать, наверное, невозможно, потому что это всё продавалось за счёт туризма, за счёт иностранцев. Понятно, что сегодня никаких иностранцев в таком количестве нет и не будет в ближайшее время. Но я думаю, что публика, когда у вас всё откроется, публика пойдёт, потому что она, правда, истосковалась по тому, чтобы просто, что называется, надеть красивое платье, туфли, не знаю, выпить бокал шампанской в буфете. Я думаю, люди пойдут просто потому, что они лишены были вот этой, в первую очередь, социализации и, конечно, живого звука. Я думаю, что это время мы ещё будем очень долго переосмысливать, поэтому сегодня какие-то выводы делать рано. И о последствиях этого года локдауна мы узнаем, я думаю, много позже. И в первую очередь потому, что, я думаю, теперь все всё будут записывать. Вот я уверен, что теперь мы точно не будем уже иметь дефицита трансляций, и поэтому для многих, может быть, процесс станет даже, посещение театров станет удобнее, потому что можно будет посещать над диваном. Не знаю, как это скажется на продаже билетов. В общем, я бы сделал в первую очередь так. Я бы не стал загадывать, я бы посмотрел, что будет. Я считаю, что год был не самым бесполезным. За этот год мы увидели, во-первых, очень много хороших старых записей. Мы увидели, как, ну, те, кто, конечно, обладает способностью ещё анализировать, мы увидели, как записи, которые были сделаны в 80-е, 90-е и даже нулевые, насколько они сильно отличаются от того, что эта индустрия стала производить вот примерно с десятых годов, когда Питер Гэл пришёл в Метрополитен, и они стали вот эту историю с кинотеатрами, и поэтому они стали делать больше 10 записей в год. И вот уровень этих записей, если сравнить его с уровнем записей, и, конечно, скажем, 80-х и 90-х, когда делались только отдельные, выборочные, просто самые выдающиеся составы, то мы сегодня видим, для меня кажется, это очень важный примет этой пандемической эпохи, что те, кто умеет слышать, у кого есть уши, тот услышал, как важно открыть для себя вот эти старые записи сегодня, которых уже мало где можно услышать. И всякие айтюнсы, они нам предлагают только сегодняшнюю запись, ну, может быть, какой-нибудь ремастеринг, старый калос, а огромные пласты временные просто исчезли, да, и их нет нигде, и вы не можете сегодня нигде это услышать. Для этого нужно только идти в какие-то уже специализированные магазины, отделы, там заказывать по каталогу, ну, то есть вот такая история. Поэтому для меня год пандемии оказался очень важным, потому что я пересмотрел большое количество именно старых записей, которые я видел когда-то в годы молодости, и я еще раз убедился, насколько индустриализация этого рынка, да, все, что ставится на поток, оно портит вот этот самый процесс, да, потому что когда мы видим сегодняшних звезд, которые не стесняют, ну, которые в трансляции предстают, например, фальшиво поющими, да, или там Примадонна съезжает на тон целый, как минимум, в записи, то, если честно, эта примета времени, она для меня четко обозначилась в этот год, потому что раньше бы такую запись забраковали и выкинули, потому что, как вы понимаете, ну, люди бы постеснялись войти в историю, остаться в истории с такой записью, а сегодня это уже норм. Фрустрации мои все были связаны за минувший год только, конечно, с тем, что я очень много путешествовал, я очень много ездил, и в прошлом году было 100 лет Зальцбургскому фестивалю, а Зальцбургский фестиваль – это тема моей диссертации, и я книжку написал про Зальцбургский фестиваль, то есть это был фестиваль, который в свое время, в эпоху Жерара Мартье, произвел на меня самое сильное впечатление. Но, вы знаете, фрустрации, они носят такой теоретический характер, а когда ты видишь, что сегодня Зальцбург предлагает, даже в год столетия, ну или ладно, он пандемический, не будем его учитывать, но вот в год уже, когда уже 101 год фестивалю, и ты вдруг понимаешь, ну что сегодня это уже не так интересно, потому что Зальцбург 90-х, Зальцбург при Мартье – это был Зальцбург, в котором создавались новые тренды, театральные, оперные, режиссерские, и рождались новые звезды. А сегодня мы видим, как Маркус Интерхойзер пользуется старой, доброй традицией привлекать звезд, которые продаются сами по себе, и как бы мне от этого становится неинтересно. Фрустрации мои были связаны с тем, что погорел в прошлом году фестиваль в Экс-Сан-Провансе, который явил удивительную программу, и, конечно, в этом году они эту программу целиком не смогут выполнить, они взялись за нее частично, но вот если бы в прошлом году состоялся Экс, я думаю, мы все бы, и я собирался туда ехать, и не один, со мной 20 человек собирались туда ехать, мы бы все абсолютно точно, я уверен, пришли к выводу, что Экс сегодня интереснее Зальцбурга. Во всяком случае, когда нас, русских, начнут пускать в Европу, я в первую очередь хочу оказаться именно в Экс-Сан-Провансе, а не в Зальцбурге уже теперь. В общем, год был непростым для всех, но я считаю, что мы все-таки вышли из него с честью, потому что спасибо тем театрам и тем институциям, которые выкладывали видео, и сейчас можно, конечно, долго рассуждать на тему, хорошо это или плохо, лучше это, чем живой звук, хуже это, чем живой звук, но сегодня эти разговоры уже в пользу бедных, сегодня мы уже не в состоянии выбирать, и я говорю, что эффекты, производимые видео, которые ты смотришь на диване, крупные планы, они потом уже, ну, теперь немножко и меняют наше сознание, потому что уже когда я пришел в Большой театр на премьеру Соломей, мне было тихо, но, правда, это была самая тихая и медленная Соломей на свете в этой интерпретации, и, конечно, уже без большого бинокля делать нечего, потому что, ну, хочется, да, хочется смотреть и за мимикой артистов, а сидя даже, ну, в бильетаже или в бенуаре, даже не на четвертом ярусе, все равно этого ты не видишь, этого ты лишен. Москва открылась намного раньше, чем Европа, и я не уверен, что в этом случае стоит расстраиваться. Ну, то есть, конечно, я понимаю, что музыкантам, музыкантам, которые живут в Европе, очень непросто, и они просто должны думать, как выживать, да, но уже вот сейчас, имея зрительский опыт, я очень осторожно ходил осенью, я всего три раза был за осень в театрах, и вот сейчас я уже, я одним из первых привился, и сейчас я уже поэтому как бы спокойно хожу, и я вам скажу честно, ну, я даже думаю, что, наверное, может быть, и не надо было так рано открываться. Вот почему. Потому что, конечно, музыканты, с одной стороны, стонут, а с другой стороны, я вижу очень мало людей, кто делает действительно что-то для того, чтобы после долгого молчания, после долгого застоя выйти к публике на том же профессиональном уровне, который у них был даже перед пандемией. Для меня вообще очень интересно все, чем вы занимаетесь, потому что на сегодняшний день нормальной здоровой критики не существует. И вот вы, наверное, единственный человек, который независимо высказываете профессионально аргументированное свое мнение. И до пандемии, и во время пандемии мы пришли к тяжелому состоянию нашего вообще художественного процесса, это касается не только музыки, который заключается в том, что если говорить правду, то можно стать настоящим врагом многих людей. Это связано с тем, что раньше критик был человеком, который стоял на прямой соединяющей композитора, создателя, демиурга, музыканта, исполнителя, интерпретатора и публикой. И вот посередине между музыкантом и публикой был критик, который объяснял, что происходит, почему это важно и почему это хорошо. И, как вы понимаете, самое удивительное то, что сегодня мы живем в мире, в котором мы слышим только интерпретацию. Конечно, есть современная музыка, она пишется, и у оперы современная. Но согласитесь, что в сегодняшнем объеме информации о классической музыке, классической опере, все-таки современная музыка занимает уже небольшой процент. А когда-то люди говорили как раз о том, что создавалось на их глазах. Поэтому у людей была еще и миссия. Каждый ее ощущал. Ганслик ощущал свою миссию как возможность заткнуть Брукнера и Чайковского и дать слово Брансу, например. И сегодня мы обсуждаем, хорошо или это плохо, а это на самом деле неважно. Это часть художественного процесса. И она тоже является составной частью. И результатом в том числе и этой деятельности стало рождение тех или иных произведений, которые мы сегодня воспринимаем как шедевр. А в тот момент, когда они выходили к людям, эти произведения, они считались зачастую даже непотребными. Первую симфонию Брамса называли визгом на лесопилке, вступлением к Трестану и Зольду. Есть рецензия, как «Кишки, наматывающийся на вал». Четвертая симфония Малера, «Слюнявое и кастрированное бесчувствие». То есть мы сегодня понимаем, что критика была зачастую жестокой и злой, но, тем не менее, она заставляла, видимо, композиторов задуматься и никому не помешала стать лучше. Так что критика сегодня, к сожалению, она не находится напрямой, она находится сбоку, а напрямую между публикой и зрителем находится то, что можно назвать репутационным менеджментом, пиар, реклама, все что угодно. И критика в ней занимает очень крохотную долю, и поэтому, в общем, критики стремятся вернуть себе это положение, поэтому им приходится сливаться с музыкальными структурами, сливаться с отдельными художниками для того, чтобы стать частью их репутационного менеджмента. Поэтому, конечно, критика теряет свою независимость на наших глазах, и я вам скажу честно, то, что я делаю, например, как, в общем, верно даже уже замечают мои критики, что мне для этого пришлось порвать многие социальные связи, например, с тусовкой критиков, с тусовкой национальной театральной премии «Золотая маска». Да, мне пришлось с этими людьми в жизни разойтись, потому что сегодня ни один музыкант не хочет читать даже не то, что критику, он не хочет читать критику, в которой есть и положительная, и отрицательная. Все хотят слышать только слова «великий», «выдающийся», «самый востребованный», потому что этих слов сегодня отвешивается каждому ну, столько, сколько человек может вынести, да. И если открыть сайт Московской государственной филармонии и почитать биографии артистов, то создается полное ощущение, что каждый второй здесь Рихтер, а каждый первый, ну, не знаю, Ростропович молодой, да, когда ты приходишь на концерт и понимаешь, что это не так, но это уже не имеет никакого значения, потому что кардинально поменялся состав публики. И все-таки мы должны об этом говорить, я об этом все время говорю, что в 90-е годы, когда я начал писать, мы все стенали и мечтали о популяризации музыки, оперы. Нам казалось, что популяризация это такой процесс, который поможет классической музыке, поможет опере двинуться куда-то вперед и получить финансовые вливания. Ну, и вообще мы считали это искусство достойное того, чтобы быть популярным. И вот за минувшие 30 лет популяризация это достигла такого размера, что ли, да, такого накала, что мы сегодня видим процесс, когда уже хочется ее прекратить, хочется ее заткнуть, эту популяризацию, и мы сегодня понимаем, что благодаря этому классическая музыка и опера встали, в принципе, в один ряд с шоу-бизнесом. И для кого-то может быть это норма, и кому-то это кажется, в общем, естественным. Для меня нет. Вот мне кажется, что отсутствие такой нормальной критики и критики, которая была связующим звеном между публикой и все-таки музыкальным миром, привело в какой-то тупик, скажем. Насколько вот менеджмент, который существовал до этого, вот он ослабнет и его роль ослабнет, потому что, в принципе, руководили менеджеры, да, вот они решали политику, и артист оставался как бы вот зависим от них, а критика уже не могла там вообще ничего. Мы пришли в какой-то тупик, скажем, да, вот нет развития, в принципе, оно идет как бы, ну, скажем так, деградация, в общем-то, искусство, насколько вот сегодняшняя ситуация что-то может изменить? Знаете, деградация, как вы говорите, это на самом деле естественный процесс того, о чем я говорил в начале, это естественная часть вот этой самой популяризации. Когда я говорю, что музыка классическая стала частью шоу-бизнеса, я в первую очередь отмечаю, и это серьезные исследования социологов, есть целая школа английских социологов, которые этим занимаются, понимаете, а теперь нет публики, то есть помните, что такое публика в нашем представлении, не знаю, в любом театре, концертном зале Москвы. Теперь нет публики, почему? Потому что шоу-бизнес не предполагает однородность процесса, он предполагает создание фан-клубов. Это еще более на самом деле, как говорят социологи, сегодня естественный процесс, потому что фанатские объединения, как ни странно, сегодня в мире цементируют общество в тех местах, где потерпела крах уже демократия, религия и так далее. То есть это серьезный социальный механизм с появлением социальных сетей он еще более укрупнился, потому что фанатам больше не надо собираться в едином месте, они могут быть разделены даже тысячами километров. И мы в это, в искусстве, мы сейчас это видим в первую очередь, что то, что было несвойственно классической музыке, даже появилась новая терминология, потому что сегодня мне часто говорят, вы завидуете артистам. Я все время говорю, я вспоминаю свое детство, свою молодость, мы выходили из большого зала консерватории, и мы о чем-то спорили. Я думаю, вы наверняка это тоже помните. Нравится, понравилось, не понравилось, что было хорошо, то было хорошо. И условно говоря, если кто-то говорил, нет, мне сегодня Рихтер не понравился в этой программе, вот в прошлой понравился больше. Кому-нибудь когда-нибудь в голову приходило сказать, ну ты завидуешь Рихтер. Понимаете, меняется отношение к вопросу сегодня звезды, которые вываливают на нас свидетельство своего успеха, фотографии своих квартир, не знаю, свои коллекции обуви, ну не знаю, все, что они готовы вывалить, вплоть до нижнего белья, а это есть, они тем самым вызывают в людях совершенно другие инстинкты. Они уже никак не связаны с музыкой, они никак не связаны с содержанием, они связаны с формой подачи. И эта подача сегодня естественно основана на продаваемости. То есть кризисная эпоха, когда год назад меня спрашивали, что будет, я предполагал, что после локдауна должны звезды дорогие, дорогостоящие, на которых собственно и базируется вся власть менеджеров, которые сегодня продают пакетами, вот мы сейчас видим Большой театр хочет все время Доминго, им нужен этот артист для того, чтобы генеральному директору, он нужен для того, чтобы закрыть себе спину от нападок других желающих занять его место. А с ним в пакете продают еще артисты. Вне зависимости, как они поют, танцуют, играют, дирижируют, это абсолютно не имеет никакого значения. Вот эти пакетные соглашения, которые на моих глазах создавались в 90-е годы, и потом, когда я работал в Большом театре, я очень хорошо, я же занимался 7 лет, в том числе и приглашением артистов, режиссеров, я видел, как это просто завоевывает мир, когда агенты говорят, ну вот возьмите, вы хотите этого, да, но вам тогда надо взять вот этого еще, там, артиста, если вы хотите этого режиссера, возьмите еще вот этого солиста, и ты еще не можешь сделать, потому что режиссер-то ну как бы что ли важнее, но черт с ним, возьмем этого солиста. И вот эта история менеджмента, мне казалось, сегодня должна закончиться именно тем, что пойдут вперед молодые певцы, а что мы видим, а ничего подобного, шоу-бизнес продолжает нам продавать не требко, не требко, не требко, не требко. Казалось бы, наоборот, после локдауна у всех нет денег, нужно наоборот двигать молодых, дешевых, условно говоря, артистов, за которых надо меньше победить, а ничего подобного. Поэтому мечтать о том, что закончится власть менеджмента уже невозможно. Потому что это шоу-бизнес, а шоу-бизнес целиком основан на власти производителей дисков и так далее. Ведь вот там даже, условно говоря, люди почти никогда не задумываются, например, о том, что такое премия Грэмми. Люди просто любят швыряться этими лауреат премии Грэмми, лауреат премии Грэмми, а ведь премия Грэмми абсолютно индустриальная премия. Она связана с записью звука, с продаваемостью дисков. То есть эта премия на самом деле технических, а не художественных параметров. А нам ее все время преподносят как, если человек обладатель Грэмми, то это значит он еще и великий артист. Но это не так, потому что если вы возьмете список лауреатов премии Грэмми, там, конечно будет много и замечательных артистов, а будет много таких композиторов, например, американских, которых вы никогда не слышали и никогда вы в жизни не услышите. Но индустрия это американская, как и кино, предположим, с Оскаром. Поэтому мечтать о том, что когда-нибудь к нам вернутся принципы истинного искусства невозможно. Это идеализм. Мы сегодня видим, как формируются совершенно другие механизмы. Ой, кстати, мне пришел на ум последний скандал в Цюрихской опере и с выдворением Михаила Фехтенгольца. Это тоже часть этого процесса, когда люди, облеченные властью, требуют от артистов каких-то сексуальных услуг за то, чтобы артисты выходили на сцену. Слава Богу, я считаю, вот я понимаю, как много людей сейчас плюнет мне в лицо, что называется. Я считаю, что слава Богу, что существует не ту потому, что мы знаем прекрасно о том, что это всегда было. И именно то, что люди молчали, все знали про Доминго. Если бы Повороти не умер, он бы тоже сейчас был жертвой, потому что все знали про Лучана. Но Лучана, кстати, человек, который, в общем, в конечном итоге женился на одной из таких девушек. то есть понимаете, мы все знали и всегда говорили и все об этом знали про Ливайна. Но именно положение высокое этих людей в том числе это власть менеджмента, то есть их менеджеров, их директоров театров. Сколько лет Вольпи отмазывал Ливайна от настоящих судебных расследований? Сейчас все говорят, ну, ведь суде же не доказано, простите, а если бы это дошло до суда, то и Доминго, и Ливайну сегодня просто не было бы мест, они бы, наверное, может быть, даже в тюрьме сидели. Поэтому я хочу сказать, что последние годы мы все время воспринимаем как-то, ах, вот это такое безобразие, вот теперь все женщины, которые, значит, ничего не доказали, могут обвинить любого человека, ах, вот такое безобразие, менеджеры поработили мир, мы, к сожалению, уже не в состоянии эти процессы остановить, они все связаны в том числе вот с тем, о чем я беспрерывно говорю, с популяризацией, да, и... Вадим, а я вот хотела задать в связи с этим вопрос, а как же в этой новой вообще ситуации пробиваться молодым музыкантам, молодым певцам, вот что им делать? Светлана, а что раньше нужно было делать молодым певцам? Ездить на конкурсы, посещать прослушивания, да, и раньше нужно было быть красивыми, сексуальными, ну, может быть, сегодня и джизм на оперной сцене, и, ну, условно говоря, людям с комплекцией моей уже меньше места, да, потому что, ну, прошли те времена, когда все воспринимали нормально, что Монсеррат Кабалье поет Виолетту Валерии, умирающей от чахотки. Очень, кстати, и тоже в книжке Николая Генда, например, он издевается над ней, описывает со смехом, как он пришел, она лежит, огромная женщина на шелковом покрывале, он сел на краешек и стал съезжать, и как ему пришлось упираться ногами в пол, чтобы, значит, не упасть и петь все-таки как-то. Так что, понимаете, ну да, сегодня есть процессы, на которые мы не в состоянии повлиять. Есть процессы, которые мы, там, очень любимая тема, что теперь все во власти режиссеров, и будьте прокляты режиссеры. Ну, господа, в любом случае есть процессы, на которые мы повлиять не можем. Мы живем в эпоху Гизамт-Кунстверг, в эпоху эту, конечно, главный режиссер, и он определяет многое. Мы можем на эту тему бесконечно сотрясать воздух. Но я всегда говорю об одном. Мерилом всего творчества, любого, вернее, творчества, было одно – талант. Талант всегда был в дефиците. Всегда было много театров, много, ну, меньше, может быть, чем сегодня. Было много спектаклей, много режиссеров, певцов, дирижеров, музыкантов, но талантливых было всегда мало. Самое страшное, на мой взгляд, это говорить, лучше уже было. Самое страшное, это говорить, вот когда были в опере кринолины, вот это было хорошо, а сейчас плохо. Да ничего подобного. Я видел такое количество ужаснейших спектаклей в кринолинах, причем не только в провинциальных театрах, а на сцене большого театра пришла. Травиатов, которые люди не умели ходить в платьях со шлейфом, и поэтому, чтобы повернуться, дамы ногой пинали эти шлейфы прямо на сцене. Это невозможно было видеть, понимаете. То есть я хочу сказать, что всегда, на самом деле, все разговоры на тему «ах, все погибло, все пропало», нет, все равно всегда был дефицит талантов. Да, сегодня, наверное, очень непросто, я понимаю, но люди, которые выбирают эту профессию, уж они-то в первую очередь должны отдавать себе отчет, что сегодня непросто. И да, я знаю очень много талантливых людей, которые не пробились в разных странах, в разных временах, в разных эпохах, разного возраста. И людей, которым 40, которым 50, которым 60, они не пробились, и они уже не пробьются. Но, знаете, действительно, не все могут быть мировыми звездами. Это, наверное, невозможно. И я ничего не вижу плохого в том, что люди у себя на том уровне, на котором они существуют, и выдают выдающееся какое-то музыкальное качество, имеют, значит, свою аудиторию, которая ходит и слушает. Понимаете, это тоже же явление времени, когда все-таки было служение искусству, да, и совершенно было неважно, ну, условно говоря, в совке, простите за выражение, артистам оперы только единицы уезжали и выступали в каком-нибудь в театре «Ласкало», да, остальные могли об этом только мечтать, правильно? Но это же не значит, что они у себя в театрах плохо пели, играли или выходили в полноги. А сегодня мы как раз видим, что те, кто облечен даже не властью, а имиджем мировой звезды, занимаются этим в полноги. Поэтому я думаю, что это тоже явление нашего времени, когда стремление стать звездой обязательным в комплексе артиста. А мне кажется, это все-таки не самое нужное. Ведь каждый может найти для себя какой-то баланс между своими амбициями и своими возможностями. условно, да, вот я езжу в театр и вижу, как у певцов, которые, может быть, не самые блестящие, вот сейчас я был в Перми, но у них есть своя публика, и эта публика готова их любить, и эта публика готова их слушать, и они для этой публики как бы очень важны, намного важнее, чем какая-то там звезда, которую они видят по телевизору. Поэтому вот это стремление к какому-то невероятному успеху, вот найти такого агента, который поможет тебе, вот выиграть какой-то конкурс, после которого сразу-сразу, да, посмотрите, что сегодня происходит, как много людей, которые начинают отлично, очень мало доходит до середины. И в этом смысле как раз я вижу примеры из прошлого, когда какая-нибудь Эдита Груберова, это женщины, которые, не знаю, 50 лет пели репертуар, в котором они были ну, совершенны, причем это никогда не передавало запись, потому что, когда ты слушаешь запись Груберовой, ты иногда удивляешься и думаешь, боже, как человек с таким ужасным тембром вообще мог сводить с ума, но когда ты приходил на спектакли, а я видел очень много спектаклей Эдиты, например, я понимал, что этот артист сегодня умирает на сцене для меня, и тот кураж, с которым она брала верхние ноты, например, да, ведь она в 75, говорят, в Будапеште, прощаясь со сценой, четыре раза заштурмовала ми бемоль в «Лючи Диламирмур», и один раз у нее получилось, а параллельно в Венской опере Ольга Перетятько пыталась за весь спектакль каждый вечер один раз взять, и то у нее не получалось. Вот и вся разница, понимаете. Сегодня, мне кажется, как быть молодым артистом, честно работать в том месте, где они работают. Конечно, искать, безусловно, искать, требовать от жизни чего-то большего, не останавливаться на достигнутом, участвовать в конкурсах, в прослушиваниях, но в принципе понимать, что вот не требка это продукт пиара, а не искусство, и поэтому это плохой пример для молодых артистов. Это не та цель, которую артист должен ставить перед собой. И, кстати, парочку артистов, которые все время у меня в комментариях писали, что им плевать, как не требко поют, они хотят иметь такие гонорары, я тоже забанил, потому что, ну, слушайте, это же философия бухгалтеров. Если люди хотят производить какой-то художественный продукт, они должны быть выше бухгалтерии. но я вам хочу сказать про конкурс. Вспомним, что Мария Калас приехала на конкурс Чайковского и уехала. Умирает камерная муфа. В театре раньше говорили дети и животные на сцене там. Для молодых музыкантов всегда было непростое время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА